Всем привет, зрители и подписчики канала GamesAPS и LiveAPS. Это очередной подкаст, в котором мы поговорим о новостях на каналах и прочем не менее важном. С самого начала хочу поделиться с вами печальной новостью. К моему сожалению, мои резервные наушники сломались и в связи с этим выход новых видео будет невозможен, пока я не куплю соответственно новое. По той простой причине, что покупать обо что я не хочу, я хочу купить сразу и надолго. Мне требуется насобирать где-то около 100 долларов на покупку новых buyer dynamics dt 990 pro. Ссылка на пост про все это дело будет в описании к этому видео, вконтакте я там все более подробнее описал. А желающие помочь в сборе средств могут это сделать на вебмане, только на вебмане, больше никуда и не спрашивайте почему. Кстати если уровни громкости этого подкаста неправильные и говорю как-то не так, то всему виной то что я записываю это дело без наушников, то есть я не слышу что говорю. Понимаете правильно, со слухом у меня все хорошо, просто привык контролировать себя в наушниках. Скорее всего многие уже заметили меню в нашей с вами группе вконтакте, кто не знает ссылка на группу в описании к этому видео. Там есть раздел правил, можно посмотреть список каналов games apps, пока что их конечно же только два. Есть кнопка форум, которая отправит вас в раздел обсуждений, ну и конечно же раздел рекламы и сотрудничества, который направлен на формирование так сказать фонда для обслуживания каналов и оборудование, которое обслуживает канал. Кстати о том, что я использую, можно почитать в разделе меню под названием оборудование. По вопросам рекламы обращайтесь к Night of Steel, он есть в списке контактов в группе, зовут его Даниил Степанов, напомню ссылка на группу есть в описании к этому видео. Marderet Soul Suspect оказался довольно хорошей игрой и я надеюсь в ближайшее время я продолжу ее прохождение. По первым впечатлениям это не то чтобы экшон, а больше похоже на адвенчуру с элементами этого экшона. В комментах писали о том, что я целую серию шел до церкви и просили быстро проходить сюжетную линию, никому не помогать, тем самым пропуская сайт квесты. Я так не хочу, потому что как и мне, я надеюсь всем и большинству интересно смотреть прохождение не только линейной сюжетной линии, так что проходим как обычно не спеша, стараясь обращать внимание на детали и мелочи. Watch Dogs пройден уже наполовину и по некоторым предыдущим сериям вы могли понять, что иногда собачки вызывают не такие уж добрые чувства, бомбит от них иногда знатно. Хотя не смотря на все косяки и минусы игры, коих довольно много открывается каждый раз, мне все равно нравится это прохождение, потому как это все же что-то новое. Хотя да, иногда это ассасин с машинками и пушками. Мда. Сталкер, 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 когда же будет сталкер? Так вот, хоть сейчас бы он был, буквально позавчера я решил проблему с неработой мышкой в игре и хотел уже вчера записать новых серий, но как я говорил в начале подкаста, беда да, не приходит одна. Теперь ждем, когда у меня появятся новые наушники, тогда и будут новые серии сталкера. Хорош человек, который дал мне повязать веб-камеру, попросил ее назад и мне пришлось ее вернуть, так что если стримы и будут, то пока без веб-камеры. Хотя так даже лучше, не будете отвлекаться на лишние детали. Вот таким вот весьма коротким и информативным, на мой взгляд, получился этот подкаст. Все вопросы задавайте в комментарии, подписывайтесь на каналы GamesAPS и LiveAPS, ссылки в описании. Надеюсь на скорейшее приобретение новых наушников и запись новых серий. Всем пока!